Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Сегодня мы на финансовые рынки возвращаемся с очень хорошим настроением, собственно, так же, как и закрыли прошлую неделю, потому что, наконец-таки, мы добрались до многих профитных ориентиров, которые ставили по ключевым дуэтам валютных активов, использующихся в каждодневной спикритивной деятельности. Фактически, какой бы актив мы не рассмотрели, в целом, даже в полярных отношениях классика доллар, защитные инструменты, франка, японская иена и рисковые инструменты, все они показали ту динамику, которую мы прогнозировали и, соответственно, на которую настраивались. Обо всем поговорим поподробнее. Сегодня, как и всегда, анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение плюс к тем акциям, которые действуют в рамках Амакис. Чтобы воспользоваться бонусом, все предельно просто. Связывайтесь с вашим персональным менеджером и меняйте это кодовое слово на бонус на пополнение. Сегодня величина бонуса 5,5%, меньше, конечно же, чем в пятницу. И я полагаю, что вы все-таки смогли воспользоваться тем предложением, которое я сделал, собственно, перед важными макроэкономическими отчетами с заключительной торговой сессией в прошлой неделе. Что касается кодового слова, то сегодня давайте приурочим его к позитиву, связанному с реализацией многих инвестиционных идей. И в качестве этого кодового слова возьмем профит. Также хочу воспользоваться возможностью пригласить вас на свой традиционный еженедельный вебинар, который сегодня состоится в 15.30 по московскому времени, где мы снова обратимся к основным фундаментальным отчетам прошлой недели. Их действительно было очень много. И я еще раз повторяю, что очень важно сейчас следить за фундаментальным фоном, потому что он уже доказал тот факт, что именно макроэкономические отчеты, ключевые статданные сейчас остаются ключевыми катализаторами и бустами для большинства финансовых активов. И речь идет не только о рынке Форекса. Ну а теперь давайте переходить к нашим традиционным вступительным активам. Это нефть и российская валюта. На текущий момент бренд торгуется на уровне 47.84. Чуть-чуть остается до значения 47. И я, честно говоря, полагаю, что до этого рубежа мы имеем все основания добраться даже в рамках предстоящих пяти дней. С чем это связано? Потому что в целом фундаментальный фонд за последнюю неделю не то чтобы не изменился. Он, напротив, создал через дополнительные инфы и новостные поводы нам несколько более, скажем, комфортные условия, чтобы мы продолжали придерживаться прежних коррекционных ожиданий. А что касается заключительной торговой сессии прошлой недели. Здесь в качестве ключевого негативного фактора для нефти и, я полагаю, для всех сырьевых инструмента выступает рост американской валюты. Если доллар растет, соответственно, повышаются цены, в которых номинированы сырьевые активы, а значит, параллельно в связи с этим снижается и спрос. Эта идея себя отработала в пятницу, но сейчас, в принципе, мы видим, как на азиатской торговой сессии бренд понемногу отрастает. Я считаю то, что это несколько необоснованный уход от риска, потому что на этих выходных мы анализировали данные. Целый блок макроэкономической статистики по Китаю, в частности, по торговому балансу, а до этого вышли данные по экспорту и импорту. И здесь у нас еще один негатив серьезный, поскольку речь идет о торговом балансе второй по величине экономики мира. И этот негатив связан с тем, что импорт просел на 18,8% против прогноза снижения на 16%. И еще, наверное, страшнее для Китая сейчас увидеть очень слабую статистику по экспорту, который снизился на 6,9% против прошлого снижения на 3,7%. Поэтому уже много раз я обращал ваше внимание на те негативные тенденции, которые характерны для Поднебесной. И от этих негативных тенденций мы пока не можем избавиться. Но, учитывая то, что мы делаем ставку на черное золото, наверное, хорошо, что каждую неделю мы получаем какой-то дополнительный фундаментальный негатив. В частности, Китай. Спасибо ему, конечно же, за это. Не будем говорить, скажем, про общие темпы мирового экономического выставления, понимая, что, конечно же, они больше создают рисков для отдельных государств. Но для нашей инвестиционной идеи, конечно же, слабость Китая – это то слабое условие, которое позволяет не отказываться от того, что бренд может долгосрочно, среднесрочно даже просесть еще ниже и отправиться к нашему профитному антиру, который значится в районе 45 долларов за баррель. На этой неделе также выйдут запасы в США. Сначала частная оценка, напомню, вечером вторника. В среду переключимся уже на официальные данные. Точнее, на этой неделе они будут опубликованы в четверг. И полагаю, что у нас будет еще одна пятидневка, еще одна неделя увеличения, соответственно, сырьевых запасов, что также локально мы будем использовать для распродаж позиций и WTA, и бренда. Поэтому сейчас от нашего коррекционного посыла не отказывайся, тем более, что не забывайте про прежний фундаментальный фон, который мы анализировали по итогам, по сути, каждой торговой сессии прошлой недели. Значит, бренд остается в числе аутсайдеров. Ждем сначала 47 и еще, наверное, более глубокой коррекции в ближайшее время до 45. Что касается российской валюты, актуальные котировки 64,32. Соответственно, если мы обратимся к нашей привычной формуле, конвертнем текущие котировки с учетом актуальных цен на черное золото, получится рублевый эквивалент стоимости барреля 3077. По-прежнему ниже 3 на 300, значит, у нас также есть ожидание того, что рубль будет и дальше девальвироваться, и, соответственно, стремиться к этому балансовому соотношению, имеющему сакральное значение для российского бюджета. Ждем ослабления российской валюты, поскольку я сделал ставку на снижение, возможно, снижение бренд, я думаю, что рубль может закрыть эту неделю выше 65 против американского конкурента. Плюс ко всему, не забывайте о том, что на прошлой неделе мы получили еще одно статистическое подтверждение роста индекса потребительских цен, что в целом будет дальше добить на потребительскую активность и, соответственно, на общие показатели экономического роста. Негатива по российскому рынку также хватает, а значит, ждем еще больше девальвации и российского валютного инструмента. Идем дальше. Европейская валюта против доллара. Здесь привычные основные тандемы валютных активов по итогам заключительной торговой сессии прошлой недели смогли похвастаться очень интересной волатильностью. И самое важное то, что ослабление риска, которое мы видели в пятницу, полностью, скажем, соотносилось с теми идеями, которые мы закладывали в основу нашего каждодневного и среднего и прежде всего долгосрочного трейдинга много месяцев назад. Европейская валюта, как вы могли заметить, оказалась под серьезным прессом. В частности, за одну торговую сессию главный валютный риск потерял против доллара около 180 пунктов. И сейчас мы видим, как евро-доллар торгуется в районе 1.0764. А в целом, евро продолжает оставаться в понижательном нисходящем тренде, поскольку участники рынка, разумеется, никак не хотят отказываться от идеи, предполагающей возможность поспекулировать на ожиданиях расширения программы количественного смягчения. Мы, собственно, ждем это решение уже в самое ближайшее время, по итогам следующего заседания ЦБ, которое пройдет в начале декабря. И ссылаясь, опять же, на прошлые комментарии председателя ЦБ Драги, наверное, еврозона, по сути, без дополнительных экономических стимулов уже не может обойтись. И Драги весьма недвусмысленно сделал намек на то, что ЕЦБ будет действовать и, на самом деле, станет более решительным по итогам следующего заседания. Дополнительные меры экономического стимулирования в целом будут увеличивать баланс ЦБ, раздувать денежную массу и в перспективе, наверное, будем полагать, вместе с монетарным руководством сможет подстегнуть рост индексов потребительских цен. Для национального валютного актива это негатив долгосрочного характера, которого мы и придерживаемся. Но против евро действует еще целая куча других факторов, которые также оказывают такое понижательное давление. Это контраст монетарных политик ЕЦБ и ФРС, и этот контраст увеличивается фактически с каждым днем. Мы готовимся в рамках ФРС к повышению процентной ставки. Что касается ЕЦБ, это доп. меры экономического стимулирования. Третий фактор – колоссальный рост спреда доходности между американскими бумагами и немецкими. После выхода очень сильных макроэкономических данных в пятницу этот спред расширился серьезно и, соответственно, повысил привлекательность инвестирования в те инструменты, которые номинированы в долгах. То есть доходность американских трейдеров сейчас растет более опережающими темпами, чем европейские бумаги. Значит, этот фактор можно использовать для долгосрочных трейдеров как еще одно подстегивающее обстоятельство для разгрузки европейской валюты. Четвертый момент заключается в том, что против евро ключевым, наиглавнейшим образом сейчас действует и очень слабая макроэкономическая статистика. Каждый день прошлой недели мы возвращались к негативу, свойственному для еврозоны, и прежде всего анализировали производственные заказы, которые, по идее, должны оказать определяющее влияние на темпы экономического роста. Производственные заказы слабели. Напомню отчет четверга, когда, собственно, фактически данные позволили нам говорить о рецессии. В рамках ведущего локомотива валютного блока в пятницу мы вернулись к промышленному сектору Германии. Уже более объемующий показатель. Второй месяц подряд снижения. И я полагаю, что мы, наверное, увидим продолжение этой тенденции и в рамках ноября, и, соответственно, будем говорить уже о полноценной рецессии. Если слабеет промышленный сектор, да и сфера услуг тоже оставляет желать лучшего, значит, темпы экономического роста, как я уже прогнозировал, будут слабее ожиданий, и слабости Германии непременно повлияют на слабости еврозоны. Полагаю, что та действительность, которую мы сейчас наблюдаем в рамках Германии, это отражение тех рисков, которые характерны для развивающихся площадок, и тех рисков, которые свойственны для Китая. Собственно, этот брифинг мы начали с констатации еще одного фундаментального негатива, который, я уверен, будет дальше сказываться на ВВП Китая. И если в прошлый раз мы увидели снижение годового показателя до 6,9, я полагаю, что дальше мы будем наблюдать за полномерным падением ведущего барометра, собственно, с точки зрения статистики экономики, и, возможно, его движение даже в район 6,5 и 6,6 до конца этого года. А что касается других макроэкономических данных, наверное, за какой сектор бы мы сейчас не зацепились, мы не сможем там найти какого-то позитива, который позволил бы нас вывести какой-то позитивный ламп по еврозоне. Если такого нет, тогда давайте не будем придумывать. Если статистика продолжает расчаровывать, ну, значит, так тому и быть, тем более, что статистика никак не противоречит тем целям, которые мы поставили по евро-доллару. Это ожидание еще большей слабости. Еще один фактор против евро – это рост европейского фондового рынка, рост, опять, предвкушение расширения программы количественного смягчения. И я уже говорил то, что фондовики очень часто, практически всегда, используют хеджевые позиции через продажи европейской валюты, тогда, когда делается ставка на рост европейской фонды. Сейчас этот сценарий полностью отрабатывает себя. В пятницу мы видели повышательную динамику по ключевым европейским индексам. И я уверен то, что эта тенденция будет сохраняться буквально на протяжении всего этого месяца. До фактических решений по изменению денежно-кредитной политики в рамках валютного блока. Но еще один фактор против евро – это сильная макроэкономическая статистика американского происхождения. Она подталкивает позиции, подталкивает доллар вверх, способствует усилению позиции этого актива. Ну а рост доллара оказывает абсолютно логичное давление на рисковые инструменты. Евро среди, опять же, первых активов, которые испытывает наибольший прессинг, оказывается сейчас в числе, наверное, одного из лидеров вот этого аутсайдерского сообщества. Поэтому резюмируем. Евро находится под давлением. Слава богу, потому что мы ждем еще более низких значений и коррекции пары евро-доллар в район 1.05. Поскольку наша прошлая цель по евро-доллару уже достигнута, 1.08, я предлагаю не останавливаться на достигнутом. Для тех трейдеров, которые присоединились к нашим долгосрочным идеям, молодцы, конечно же, потому что дальше нас ждет еще более нисходящее значение. Поэтому от долгосрочной идеи не отказываемся. Тейк профит, соответственно, на уровне 1.05. Что касается краткосрочных трейдеров, здесь могу предложить использовать отложенный ордер селл-стопа с уровня 1.07.40. Тейк профит поставим в районе 1.07. Что касается стоп-лосса, также не будем, скажем, обозначать широкие коридоры, можно остановиться на значение 1.07.80. То есть под стоп-лосс у нас идет 40 пунктов. Идем дальше. Фунт против доллара. Пятничная торговая сессия, разгрузочная для позиции британской валюты. В целом эта разгрузка была перенята цепной реакцией, скажем, после осуи про четверга, когда мы получили достаточно серьезных оснований, усиливших наши ожидания более коррекционного будущего британской валюты. Напомню, что в четверг было опубликовано много важных макроэкономических отчетов. Мы, прежде всего, сцепились за прогнозы по инфляции и возможные изменения денежно-кредитной политики. Что касается прогнозов по инфляции, как и прогнозировали мы, 2% целевой показатель с учетом текущей ситуации на рынке энергоресурсов Банк Англии увидит в лучшем случае только в 2017 году. И это, собственно, и подтвердил британский мегарегулятор. В связи с тем, что повышение индекса потребительских цен поехало на столь затяжной, скажем, было отсрочено на такой длительный период, что в момент голосования по политике денежного-кредитного курса большинство членов Банк Англии в 89 проголосовали против необходимости повышения процентной ставки, отметив, что лучше подождать более подходящих условий и, соответственно, получить доказательства того, что тот же самый Китай и снижение развивающихся площадок не оказывают понижательного эффекта на британскую экономику. Соответственно, если они стали отталкиваться от индекса потребительских цен, значит, повышение процентной ставки, если и произойдет в рамках британского мегарегулятора, это также не раньше 2017 года. Собственно, мы обозначали это еще, наверное, месяца 4 или 5 назад. Сейчас больше участников присоединяется к тому, что фундаментальный фон, с учетом нашего прошлого анализа, был действительно, скажем, создающим такие условия. Мы давно уже отмечали, что британский мегарегулятор не пойдет на повышение процентной ставки, особенно на фоне тех макроэкономических расчарований, которые мы получали на протяжении последних нескольких месяцев. И это делает британца долгосрочным аутсайдером. И пятничная торговая сессия, точнее, даже четверг и пятница прошлой недели, потому что коррекция фунта против доллара составила около 400 пунктов, подтверждает тот факт, что фунт остается под давлением. Но это как раз давление, как раз то, что нужно нам, поскольку мы делаем ставку на возможность возвращения пары фунт-доллар в район 1,50. Чуть-чуть мы в пятницу не дотянули до нашей долгосрочной цели. Минимальное значение было в районе 1,50 с небольшим. Сейчас актуальная котировка 1,5072. Здесь, в принципе, сценарий дальнейшего трейдинга такой же, как и по евро-доллару. Те, кто придерживался долгосрочной идеи вместе с нами, ждем 1,50. Чуть-чуть осталось, что касается тех трейдеров, которые вышли из этой сделки по более раннему профиту, потому что мы обозначали возможность просадки фунт-доллар на прошлой неделе до значения 1,52. Соответственно, профит был пойман трейдерами. Очень надеюсь то, что, соответственно, реализация этих профитных ожиданий подняла вам настроение. И позволило, наверное, еще больше внимания уделить тому эффекту, который оказывает фундаментальный фон в динамике ключевых валютных активов. Но еще раз напоминаю также, что негатив, характерный для британского валютного инструмента с точки зрения фундамента, мы еще не исчерпали. То есть потенциал еще большего снижения остается. Поэтому я предлагаю также присоединиться к краткосрочной сделке по фунту тем трейдерам, которые уже вышли из расположения по трейдингу этого актива с уровня 1,50. То есть там ставим значение селс-сток, тейк-профит 1,50, что касается стоп-лосса 1,5080. Идем дальше. Доллар японская иена. Но здесь пятничная статистика, по сути, говорила сама за себя. А в целом американец против иены добрался до нового многомесячного максимума 123.30. Я уверен, что продолжит восходящее движение, потому что мы только предвкушаем главное фундаментальное событие, связанное с повышением процентной ставки. И это произойдет, я уже практически не сомневаюсь, в том, что в декабре 2015 года. То есть осталось ждать еще немного. Пятничная статистика. Non-farm perils. Сразу этот отчет с нескольких плоскостей можно анализировать. Во-первых, это увеличение числа новых рабочих мест в сельскохозяйственном секторе. Здесь отчет 180 тысяч был прогноз. Прирост фактическая цифра 271 тысяча новых рабочих мест. Напоминаю, что по версии многих голосующих членов ФРС, даже если бы Non-farm perils ежемесячно демонстрировала прирост свыше, даже чуть свыше 100 тысяч, это было бы достаточным для того, чтобы вывести целевой показатель по безработице, который ранее значился выше 5%, на целевой порог в 5%. Но мы видим то, что фактическая статистика гораздо круче. И что касается уровня безработицы, то в пятницу с 5,1 безработица стала уже на уровне 5%. То есть целевой порог до кризиса 2008 года достигнутый, соответственно, ФРС реализовал одно из своих обещаний. Что касается средней заработной платы, я советовал еще обратить внимание и на этот отчет, потому что динамика заработной платы создает условия для роста индекса потребительских цен. И сейчас, учитывая пятничный отчет прироста на 0,4%, по сути, максимальный уровень с начала 2015 года, действительно указывает на то, что индекс потребительских цен также должен полномерно расти. И судя по комментариям, которые мы получали в последнее время со стороны Дадли, со стороны Локарда, со стороны председателя ФРС Джанет Йеллен, индекс потребительских цен и уровень инфляции в американской экономике действительно будет стремиться к своему целевому значению. Пусть даже на это понадобится какое-то время. Но самое главное, позитив уже очевиден. И поскольку Джанет Йеллен ясно дала понять, что теперь ФРС ориентируется исключительно на национальный макроэкономический фон, опять же, перед решением о повышении процентной ставки, у нас есть все основания полагать, что это самое повышение уже будет в декабре 2015 года, то есть на следующем заседании. Соответственно, если посмотрим сейчас на вероятности ожиданий рынка того, что ФРС пойдет на нормализацию денежно-кредитной политики, эта вероятность уже высока. И если две недели назад она значилась в районе 30%, то сейчас колеблется уже в районе 75%. Поэтому я полагаю, что доллар только в самом начале своего бутчевого ралли, и оно непременно приведет к тому, что USD иена сможет добраться до ближайшего сопротивления, которое сейчас маячит уже на уровне 125. Что касается других тандемов валютных активов. Доллар против франка. Наша цель паритет. И как я и говорил, мы доберемся до этого значения, и мы добрались до него, потому что локальный хайп прошлой недели был на уровне 1.0075. Поздравляю всех тех, кто присоединился к этой идее. Еще одна долгосрочная инвестиционная идея, которую мы реализовали. Профит очень большой, больше 500 пунктов. Соответственно, это не может не поднимать настроение. Пока предлагаю убрать USD франка про запас. Давайте посмотрим, что будет с франком дальше. Но уверен, что пройдет, наверное, неделя. Я посмотрю за динамикой этого тандема валютных активов, и мы непременно снова вернемся к другим ориентирам, которые можно будет поставить по франку против американца. И также забегая вперед, скорее всего, это будут те цели, которые будут создавать условия для еще большего ослабления франка против доллара. USDCAD. Актуальная котировка 1.3282. Продолжаем приблизаться к нашему значению 1.35. Еще чуть-чуть остается. Доллар растет. Соответственно, понижательная динамика нефти оказывает соответствующий прессинг на канадца. Тем более, что за последнее время, за последние несколько недель и статистика особенно-то не радовала канадскую валюту. То есть, в целом, мы предвкушаем возможность еще одного шага по экономическому стимулированию. Но, наверное, более определяющим сейчас в этом дуэте валютных активов будет рост американца. И, опять же, поддержка со стороны рынка труда, прочих макроэкономических данных, ожидание того, что ФРС пойдет на повышение процентной ставки, и поддержка со стороны роста доходности американских трежерис, уверен, сможет позволить нам добраться по паре USDCAD до значения 1.35 в самое ближайшее время. Австралийц против доллара. Наша цель была на уровне 0.70. То есть, это лоу прошлой торговой сессии 0.70.20. Ну, также чуть-чуть не хватило до профи навориентира. Актуальная котировка 1, точнее 0.70.57. То есть, все равно не отказываемся от села австралийца против доллара. 57 пунктов – это ерунда. И я думаю, что сегодня мы продолжим резонировать от прежнего макроэкономического фона, который будет также создавать больше оснований для ослабления рисковых инструментов и усиления позиций доллара. Ну, даже не только сегодня. Лучше не будем цепляться за фактически одну торговую сессию, потому что это не совсем благодарное дело. Будем также отталкиваться от долгосрочных стимулов. И, соответственно, тот фон, о котором я сейчас вам рассказал, он непременно создает хорошее основание для усиления позиций доллара. Что касается австралийца, ну, ждем еще одного снижения процентной ставки. Напомню, что до конца этого года Резервный банк Австралии действительно может пойти на этот шаг. И ждем еще большего прессинга на этот актив. Цель пока остается на прежнем уровне 0,70. Из важных макроэкономических отчетов сегодня практически ничего нет. Можно только продолжать, опять же, следить за динамикой активов и их реакцией на пятничные релизы. А к статистике важной мы вернемся только завтра. Ну, соответственно, в ходе брифинга подведем итоги уже сегодняшней торговой сессии. Еще раз повторяю, что в 15.30 сегодня по московскому времени вебинар. Буду рад вас всех видеть. Кодовое слово PROFIT, величина бонуса 5,5%. Если есть вопросы, вы знаете, что их можно оставлять на нашем официальном канале на YouTube, ну и, конечно же, на форуме AMARCETS, где у меня есть своя ветка. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...